ТОВАР 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 Здравствуйте. Тема занятия «Товар и товарная политика». План темы «Основные виды классификации товаров» Товары длительного пользования, товары кратковременного пользования и услуги, «Классификация товаров широкого потребления», «Классификация товаров промышленного назначения» и «Марка и упаковка товара». ТОВАР ТОВАР Первый и самый важный элемент комплекса маркетинга. Товарная политика требует принятия согласующихся между собой решений, касающихся отдельных товарных единиц, товарного ассортимента и товарной номенклатуры. Мы определяем товар следующим образом. Товар это всё, что может удовлетворить нужду или потребность. И предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления, например, мебель, физические объекты, услуги, идеи. Одновременно нам следует дать и определение товарной единицы. Товарная единица это обособленная целостность, характеризуемая показателями величины, цены, внешнего вида и прочими атрибутами Например, зубная паста – это товар, а тюбик пасты – товарная единица Рассмотрим основные виды классификации товаров широкого потребления По степени, присущей им долговечности или материальной осязаемости, товары можно разделить на следующие три группы Товары длительного пользования – это материальные изделия, обычно выдерживающие многократное использование, например, холодильники, станки, одежда Товары кратковременного пользования – это товары, полностью потребляемые за один или несколько циклов использования, например, мыло, соль И услуги – объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворения Примерами подобных товаров могут служить стрижка в брикмахерской или ремонтной работы Потребители покупают огромное количество разнообразных товаров Одним из удобных методов классификации всех этих товаров является разбивка их на группы на основе покупательских привычек потребителей По этому признаку можно выделить товары повседневного спроса, товары предварительного выбора, товары особого спроса и товары пассивного спроса Товары повседневного спроса, товары, которые потребители обычно покупают часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнении между собой Примерами подобных товаров могут служить мыло, газета или тому подобное Основные виды классификации широкого потребления также делятся они товары предварительного выбора Товары, которые потребитель в процессе покупки сравнивает между собой по показателям пригодности, качества, цены и внешнего оформления Например, мебель, одежда, автомобили или электроботовые приборы Товары особого спроса это товары с уникальными характеристиками, ради приобретения которых значительная часть покупателей готова затратить дополнительные усилия Примерами подобных товаров могут служить конкретные марки и типы модных товаров, автомобили, мужские костюмы Товары пассивного спроса, товары, о которых потребитель не знает или знает, но обычно не задумывается об их покупке Классическим примером всех известных и тем не менее не вызывающих спроса товаров Например, может быть страхование жизни, энциклопедия и так далее Рассмотрим классификацию товаров промышленного назначения Предприятия и организации закупают огромное разнообразие товаров и услуг Товары промышленного назначения можно классифицировать на основе того, в какой мере участвуют они в процессе производства и по их относительной ценности Классификация товаров промышленного назначения тоже делится на три вида Это материалы и детали Товары полностью используемые в изделии производителя, например, сырье или полуфабрикаты Капитальные имущества, товары, частично присутствующие в готовом изделии, например, стационарные сооружения и вспомогательное оборудование И вспомогательные материалы и услуги, объекты, не присутствующие в готовом изделии Вспомогательные материалы бывают двух видов Рабочие материалы, например, смазочные масла, пищебумага, карандаши и тому подобное И материалы для технического обслуживания и ремонта Это краски, может быть, гвозди, щетки и так далее По следующему вопросу по теме рассмотрим марки и упаковки товаров Компании должны разрабатывать товарно-марочную политику, положениями которой они будут руководствоваться применительно к товарным единицам, входящим в состав товарного ассортимента Они должны решить, надо ли вообще прибегать к использованию товарных марок Следует ли пользоваться марками производителя или частными марками Какие качества нужно закладывать в марочный товар Стоит ли расширять границы марочного названия, распространяя его на новые товары Телесообразно ли предлагать несколько марочных товаров, составляющих конкуренцию друг к другу И дадим определение основным понятиям по этому вопросу Марка – это имя, термин, знак, рисунок или их сочетание Предназначенное для идентификации товаров и услуг одного продавца или их группы И дифференциации их от товаров и услуг конкурентов Атрибутами марки являются марочные названия, марочный знак, товарный знак, авторское право Марочное название – это часть марки, которую можно произнести, например, Эйвен, Диснейленд Марочный знак – часть марки, которую можно опознать, но невозможно произнести, например, символы, изображения, отличительная окраска Товарный знак – марка или ее часть, обеспеченный правовой защитой Товарный знак защищает исключительное право продавца на пользование марочным названием или марочным знаком Авторское право – право на воспроизведение, публикацию и продажу содержания и формы литературного, музыкального или художественного произведения Так мы закончили вопросы по этой теме Далее дается, вам предлагаются вопросы для обсуждения Посмотрите и постарайтесь ответить на эти вопросы На этом слайде дается список литературы, рекомендуемой литературы Посмотрите До свидания, до следующей встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова